Ну, раз есть шифр, то есть и атаки на этот шифр. Ну, вот посмотрим, какие могут быть возможные атаки на РСА. Ну, до сих пор никаких реальных поставленных на поток атак нету. Есть атаки теоретически придуманные и даже реализованные как proof of concept, то есть доказательство возможности такой атаки принципиальной при хороших условиях. Ну, атаки эти могут быть при слабом тексте, при слабом выбранном параметре, при плохой реализации, ну и часть атак, это вот, так называемые, tempest атаки, то есть использующие разные потайные каналы передачи информации. Ну, это большой спектр, они работают примерно одинаково для всего, идеология одна и та же, ну, их принципиально можно и для РСА применять. Вот тут у нас этот список возможных атак. Ну, опять же, как мы говорили, можно использовать квантовый компьютер. Если он когда-нибудь будет сделан, если он принципиально может существовать, ну, и тогда не все так плохо, потому что тогда перейдут на постквантовую криптографию, которая будет учитывать возможность обработки квантовым компьютером. Ну, сейчас пока смысла нет на нее переходить, экономически нет никакой необходимости организационной, но, в принципе, это возможно. Итак, разложение на множитель. Давайте вспомним, что у нас, в чем устойчивость и сложность алгоритма РСА. У нас есть два псевдопростых числа. Значит, у нас псевдопростое число P и Q. Мы их выбираем, и дальше уже все строим на основе этих псевдопростых чисел. Ну, достаточно просто умножить два числа, если мы знаем. И мы получим модуль N. N общедоступен, по ИКУ никто не знает. Для того, чтобы дальше расшифровывать все, нам нужно узнать эти числа P и Q. А для этого нужно разложить на простые множители или псевдопростые множители число N. Достаточно сложная задача. Собственно, вот это вот разложение обратное. То есть, если мы из P на Q N делается легко в полиномиальное время. То N на P на Q это сложно выполнить, не полиномиальное время. Но предположим, что Ева это сделала. Тогда все дальше просто. У нас P на Q есть. Мы легко получаем по стандартной формуле φN, φ от N. Соответственно, E известен. И от N известно. Когда мы получаем секретный ключ D. Вот это та самая лазейка, с помощью которой мы можем и вскрыть наш шифр. Собственно, вот квантовый компьютер для того и предназначен, чтобы быстро за полиномиальное время раскладывать число на простые множители. Ну вот, в него верили одно время, да, выделяли на него деньги. А сейчас тоже выделяют, но как-то не очень уже и верят. Ну, приходится выделять, потому что одна сторона выделяет другая. То мы тоже должны выделить. А вдруг реально что-то получится. Тем более деньги очень небольшие. По сравнению со всем остальным. Значит, выборка зашифрованного текста. Если у нас есть два зашифрованных текста. Один текст, который был передан Бобом Алисе. А другой текст, специально сделанный Бобом для Евы. То, имея оба зашифрованных текста, Ева может с помощью достаточно простых формул вычислять исходный текст. Показатель степени шифрования. Ну, если мы выберем слабое, маленькое число для... Сейчас напомним, у нас все в целых числах работает. То есть у нас Zn. Ну, вернее, поскольку у нас простые числа, это Zn обычно пишется. Если мы маленькое, скажем, число Е для открытого ключа выберем, то, естественно, можно прямым перебором, Брэдфорс, открыть наши шифры. Поэтому число Е желательно выбирать открытый ключ достаточно большим. Ну, и одновременно тут у нас степень шифрования, а тут степень дешифрации. Ну, естественно, что мы можем менять ключ, степень шифрации, и ключ степень дешифрации. Соответственно, если был перехвачен закрытый ключ, то если мы оставим тот же самый модуль, но поменяем закрытый ключ, то все равно Ева сможет расшифровывать наше сообщение. Ну, это организационный вопрос. То есть, если мы узнали, что ключ скомпрометирован, надо полностью его перегенерить без значения, а не перегенерять только его кусочки. Опять же, это умозрительная атака, что если вдруг, то тогда возможно, что и так. На самом деле, конечно, разработанные протоколы формальные для ключей, они такого случая не допускают. Атаки исходного текста. Ну, опять же, это умозрительные атаки. Если у нас небольшой текст, то можно перебором найти, опять же, brute force выполнить, но на коротком тексте перебором найти параметры дешифрования. Но перебирая текст, то есть мы перебором находим такой текст, что он начинает совпадать с зашифрованным. Тогда мы можем его расшифровать. Ну, как, опять же, у нас для того, чтобы этого не происходило, в протоколах прописано, мы добавляем некоторый паддинг, случайные биты, которые удлиняют наш исходный текст, чтобы не было слишком коротких шифров. циклическое повторение. Ну, опять же, опять, из-за групповых свойств мы шифруем, 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 пока не получим то, что, ну, не получим открытый текст. Ну, значит, в чем тут проблема? Конечно, Алиса, Ева не знает, какой был открытый текст, поэтому она шифрует, 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 пока не получит по кругу тот же самый зашифрованный текст, который был исходно. и делает шаг назад, чтобы получить то, что было на предыдущем шаге, это и был исходный текст. Ну, логично, в принципе, можно совершать это, эту атаку. Видите, она очень простая. А также, также это атака грубой силы. Недостаток. Опять же, нет у нас полиномиального алгоритма для того, чтобы выполнить эту атаку. Все алгоритмы не полиномиальные. Растет очень быстро время выполнения данной атаки с ростом числа N. Ну, мы помним, что N нужно выбирать модуль достаточно большим. данная атака, опять же, умозрительная, говорит о том, что, ну, есть такие сообщения, которые при шифровании превращаются в сами себя, и тогда, вот, если будет такое сообщение, то мы его и вскроем. ну, если исходный текст является нулем или единицей, ну, конечно, это возможно, но, опять же, можно в реализации, как и делается, поскольку атака, хоть умозрительная, но известная, проверяется, не является ли исходное сообщение таким, что зашифруется само в себя. Ну, вот это вот главная атака, как мы говорили, это атака, которая не умозрительна, а действительно, ее можно применить и решить все проблемы, это разложить число N на множители. ну, например, когда можно представить выполнение этой атаки, что мы в сообществе работаем, и у нас выбран общий модуль N, и вот мы с ним работаем, а все, кто работает с этим сообществом, внутри сообщества, и дальше могут сами выбирать со множителей, сами создавать пары закрытых, открытых, открытых ключа для каждого объекта. Ну, в общем, основная идея то, что не нужно использовать один и тот же модуль для всех шифров, то есть, взяли один модуль и использовать для всех шифров, потому что при знании модуля и при выборе закрытого открытого ключа на основе этого модуля мы можем сделать, мы можем получить слабую ключевую пару. Не стоит этого делать. Атака реализации, ну, вот эти вот атаки относятся к так называемой Tempest атакам, то есть, атакам на скрытые каналы, ну, идея очень простая и реализованная даже, как Proof Concept, можно по-разному реализовывать ее, но суть такая, что у нас есть определенная определенная операция, и операция над битом единично будет по длительности отличаться от операции над битом нулевым. соответственно, если мы сможем оценить длительность каждой операции, то мы можем оценить, где у нас нулевые биты, а где единичные биты. ну, и одновременно, если мы не по времени будем оценивать то же самое, а по мощности или по каким-то ресурсам, которые тратятся на вычисления, то есть мы можем разделить вычисления, скажем, нулевых битов и единичных битов, были реализованы как доказательство концепции такие атаки, на что они ориентировались, ну, например, можно ориентироваться на выделение тепла процессором, на звук процессора охлаждения и так далее, то есть в принципе вот эти дополнительные каналы утечки они позволяют скрывать шифр, генерацию ключа и так далее, но на самом деле на данный момент они более концептуальные, чем реально применимые, то есть действительно должно быть очень все приготовлено система таким образом, чтобы провести данную атаку, ну, принципиально, как и все темпы статаки, она возможна, резюме, у нас есть два известных способа криптографии, это криптография с симметричным ключом и криптография с асимметричным ключом, при применении симметричной криптографии у нас секретность разделяется на два и более объекта, то есть они вдвоем владеют секретной информацией над ключом, ну, псевдонемецкая поговорка, вас wissen zwei, вис швайн, кто знает двое, на этой свинья, ну, в асимметричной криптографии у нас не нужно разделять секретность, персональная, и если симметричная криптография у нас стандартна, это над битами, над числами мы подстановки и перестановки делаем, рассматривая их просто как символы, то асимметричное шифрование у нас работает с целыми числами. У нас используется два отдельных ключа, открытый и закрытый, или секретный и открытый, еще раз, да, все как целые числа обрабатывается, то есть это операции с целыми числами, используется идея того, что существуют такие функции, которые мы можем получить легко к тому функцию, но обратить ее обратно, использовать, сделать очень сложно, обратить эту функцию. Используется коммутативное кольцо и группа. на данный момент каких-то практических атак нет, но есть достаточно большой набор предсказанных атак, юридических, ну и контрольные вопросы. КОНЕЦ